Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать книгу премудрости Соломона на библейском портале экзегет.ру. И сегодня мы читаем 18 главу. Соломон в прежних главах описывает подробно, достаточно подробно, подробнее даже, чем Моисей, испытания евреев и египтян во время казней египетских. И он рассказывает вещи, которые не рассказаны в книге «Исход». Видимо, это запись каких-то устных преданий, того, что передавали из уст в уста люди, которые пережили эти события, потому что есть детали, есть некоторые подробности, которых Моисей в книге «Исход» просто не упоминает. Здесь есть, ну, такая некоторая уже психологизация этих событий, открываются переживания, как египтян, так и евреев, да, переживания, вот, собственно, тех казней египетских, которые предварили «Исход». Итак, автор пишет. «А для святых твоих был величайший свет, и те слышали голос их, а образы не видя, называли их блаженными, потому что они не страдали. А за то, что, быв прежде обижаемы ими, не мстили им, благодарили и просили прощения в том, что заставляли переносить их. «Вместо того ты дал им указателям на незнакомом пути огнесветлый столб, а для благополучного странствования безвредное солнце. Ибо те достойны были лишения света и заключения во тьме, потому что держали в заключении сынов твоих, через которых имел быть дан миру нетленный свет закона». Итак, вот такое вступление, 17 глава полностью посвящена описанию осязаемой тьмы, одной из казней египетских, о которой говорит Моисей в книге «Исход». И там говорилось о том, что египтяне везде были преследуемы тьмой, такой, от которой невозможно было скрыться, ее нельзя было ничем осветить. Это была даже в большей степени какая-то внутренняя тьма, чем просто тьма внешняя. А для святых твоих, то есть в данном случае для потомков Авраама, Исаака и Иакова, для народа Божьего, который томился в плену и в рабстве в Египте, для святых твоих был величайший свет. То есть они ходили во свете. Вот люди жили на одной территории практически, и одни были во тьме, и тьма доставляла им невероятный ужас, и другие рядом ходили во свете. И те, слыша голос их, а образа не видя, потому что они во тьме ничего не видели, называли их блаженными, потому что они не страдали. И эти люди, которые понимали, что вот рядом находятся те, кто не страдают, потому что они в свете, а сами они во тьме, они просили прощения. прощения в том, что заставляли переносить этих самых людей. Собственно, вместо того ты дал им указателям на незнакомом пути, это уже сам Исход, то есть Бог их поддерживал, огнесветлым столпом, огненный столб, который описывается в книге Исход, в тринадцатой главе, то есть столб ночью, дымный столб днем, и вот здесь говорится еще о безвредном солнце, то есть понятно, как ведет себя солнце днем, в жарких странах обычно днем люди прячутся от солнца, потому что под ним невозможно идти, невозможно вообще находиться, работать, сиеста так называемая, да, люди отдыхают в жару, потом они утром поработали, потом перерыв, потом дальше можно опять работать какое-то время вечером. И мы видим, что для людей, которые живут в том месте, такой переход в тех местах, такой переход, он был бы очень проблематичным, если бы надо было идти днем, и негде было бы укрыться, и не было бы никаких домов, навесов и чего-то подобного. И вот он дал им этот огненный столб, и он дал им безвредное солнце, то есть такие погодные условия были созданы в итоге, что они могли спокойно идти через эту самую пустыню, ибо те были достойны лишения света и заключения во тьме, речь про египтян, потому что держали в заключении сынов твоих. Конечно же, евреи пришли в Египет, потому что в местах, где они до этого жили, был голод, они пришли, Иосиф их встретил, и в принципе через время они должны были бы и уходить. Но, во-первых, они размножились, во-вторых, они прекрасно себя в Египте чувствовали, но и, наконец, египтяне использовали их как рабов. Понятно, что отпускать их уже не хотели никуда, это было достаточно удобно для египтян. Да, поэтому вот за это они и были наказываемы, что они народ Божий, у которого было свое предназначение, держали в плену. Или, как говорит здесь Соломон, через которых, то есть кто эти были люди, которых держали в плену, через которых имел быть дан миру нетленный свет закона. То есть закон, он был дан не только иудеям, по большому счету его можно было осмыслить, как данный людям в своей основе, в моральной основе, в нравственной основе. Может быть, не все тонкости закона были даны всем людям, но так-то вообще, конечно, народ Божий должен был быть светом миру. Когда определили они избить детей святых, хотя одного сына покинутого и спасли, в наказание за то ты отнял множество их детей, самих всех погубил в сильной воде. Та ночь была предвозвещена отцам нашим, дабы они, твердо зная обетование, каким верили, были благодушны. И народ твой ожидал как спасения праведных, так и погибели врагов. Ибо чем ты наказывал врагов, тем самым возвеличил нас, которых ты призвал. Святые дети добрых тайно совершали жертвоприношения и единомысленно постановили божественным законом, чтобы святые равно участвовали в одних и тех же благах и опасностях, когда отцы уже воспевали хвалы. Так мы видим, что автор говорит здесь, во-первых, о наказании египтянам, которые убивали еврейских детей. Мы помним, да, что было повеление от фараона убивать всех младенцев мужского пола, и один только Моисей спасся. За это наказание они потеряли своих первенцев. Это одна из последних, десятая, по-моему, казнь, да, как раз. В наказании за то ты отнял множество их детей и самих всех погубил в сильной воде. Это как раз событие перехода через Черное море, через Красное море, да, которое, когда евреи перешли, воды сошлись, и египтяне утонули. Эта ночь была предвозвещена отцам, предвозвещена отцам нашим, дабы они, твердо зная обетование, каким верили, были благодушны. Вот здесь, как бы, у народа Божьего всегда было основание, это основание в надежде, в надежде, что Бог их не оставит, потому что Он их призвал. И для них было естественно ожидать помощь себе и наказание врагам. Наказание врагам. И далее здесь упоминание о пасхальной трапезе. Святые дети добрых, то есть там дети погибли у египтян, да, в наказание за то, что сами египтяне убивали еврейских детей. Святые дети добрых, то есть дети евреев, тайно совершали жертвоприношение к пасхальную трапезу и единомысленно постановили божественным законом, то есть все согласились вместе, да, и это стало для них как законом Божиим, чтобы святые равно участвовали в одних и тех же благах и опасностях, когда отцы уже воспевали хвалы. То есть вот люди решили, что в пустыне, когда они, то есть это уже было такое намерение выйти, да, уже вообще пасхальная трапеза совершалась очень быстро, они должны были выйти очень быстро, пока египтяне были дезориентированы всем происходящим, евреи очень быстро выходили из Египта, это быстрый переход такой. Да, и вот они договорились, что участвуют в одних и тех же благах и опасностях равно, то есть здесь такое некоторое восстановление народного единства, что ли, произошло, хотя много было распри и недопониманий. С противной же стороны отдавался нестройный крик врагов и разносился жалобный вопль над оплакиваемыми детьми. Одинаковым судом был наказан раб с господином и простолюдин терпел одно и то же с царем. Все вообще имели бесчисленных мертвецов, умерших одинаковой смертью и живых недоставало для погребения, так как в одно мгновение погублено все драгоценнейшее их поколение. И не верившие ничему ради чародейства при погублении первенцев признали, что этот народ есть Сын Божий. Ибо, когда все окружало тихое безмолвие и ночь в своем течении достигла середины, сошлось небес от царственных престолов на середину погибельной земли всемогущее слово Твое, как грозный воин. Оно несло острый меч, неизменное Твое повеление, и, став, наполнило все смертью. Оно касалось неба и ходило по земле. Тогда вдруг встревожили их мечты сновидений, и наступили неожиданные ужасы. И, будучи поражаем, один там, другой тут, полумертвый объявлял причину, по которой он умирал. Ибо встревожившие их сновидения предварительно показали им это, чтобы они не погибли, не зная того, за что терпят зло. Хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в пустыне, но недолго продолжался этот гнев. Ибо непорочный муж поспешил защитить их, принеся оружие своего служения, молитву и умилостивление кодильное. Он противостал гневу и положил конец бедствию, показав тем, что он слуга твой. Он победил истребителя не силою телесную и не действием оружия, но словом покорил наказывавшего, вспоминув клятвы и заветы отцов. Ибо когда уже грудами лежали мертвые одни на других, он, встав в середине, остановил гнев и пресек ему путь к живым. На падире его был целый мир, и славные имена отцов были вырезаны на камнях в четыре ряда, и величие твое на диадеме головы его. Этому уступил истребитель, и этого убоялся, ибо довольно было одного этого испытания гневного. Ну вот здесь мы видим некоторое иудейское предание, которое передает Соломон. Конечно, ничего такого Моисей не рассказывает в книге «Исход». Он просто говорит, что ангел смерти был послан от Бога, и первенцы египтян погибли. Здесь, конечно же, есть некоторые такие явные и очень трагичные и страшные подробности происходящего, и некоторые образы, такие нами сегодня, может быть, с трудом понимаемые. Надо сказать, что вообще вот эта гибель египетских детей, этих первенцев, и, может быть, не только детей, потому что у кого-то эти самые первенцы могли уже и вырасти. В любом случае, в каком бы возрасте ни были эти люди, мы видим, что целое поколение погибло, и очень много было умерших. И сегодня, когда мы смотрим на эти смерти, на то, что описывает Соломон, на то, что описывает Моисеев в книге «Исход», для нас это выглядит каким-то несравненным ужасом, потому что цивилизация наша во многом, в отличие, например, даже от той же цивилизации 19 века или начала 20 века, где-то центричная, ребенок каждый является для нас невероятной ценностью, сегодня лекарства позволяют всех детей, ну или огромное число детей, большинство детей лечить, они не умирают в детстве, и каждого ребенка мы ценим, каждого ребенка мы любим. Поэтому на нас этот рассказ производит особенное впечатление. Когда у людей половина детей умирала в младенчестве, скажем, в 19 веке, если мы посмотрим какие-нибудь метрические книги того времени, дети просто могли умирать целыми поколениями в деревне, вот скажем, прошла какая-то болезнь, да, и просто все младенцы или практически все младенцы в деревне берут и умирают. И люди смотрели на это проще, как бы это жестоко не звучало, проще, они меньше переживали за то, что происходило, за то, что описывается, потому что у них, у самих постоянно тоже умирали дети. Как в братьях Карамасовых у Достоевского, женщина, которая пришла к старцу Зосиме, она говорит, у меня вот сколько было детей, все умирали в младенчестве, и я как-то не переживала, вот последний умер и очень переживаю. И мы сегодня с современными глазами мечтаем и ужасаемся, как-то она не переживала. Но такова была духовная атмосфера того времени. Вот к детским смертям относились несколько по-другому. Я не говорю сейчас, что это было правильно или неправильно, я говорю просто, что это было другое несколько отношений. И если мы посмотрим на эти смерти, как на те смерти, которые произошли с попущения Божьего или даже с прямого Его благословения, у нас, конечно, не может не возникнуть вопрос, как же быть-то с детскими смертями, если дети невинны, и они умирают, и сам Бог как будто бы этого желает. Но вот в самой книге «При мудрости Соломона» в первых главах есть такое представление о том, что молодой и благочестивый погибает не потому, что Бог как-то гневается на него, а потому, что Бог, наоборот, любит его, и этого молодого и благочестивого Господь изымает из среды грешников, чтобы эти люди, эти молодые люди или дети не погибли духовно потом. И поэтому, конечно, для, скажем, отцов, для вообще библейского мировоззрения характерно представление о том, что когда Бог останавливает чью-то жизнь, Он может сделать это по двум причинам. Он может наказывать грешника, и Он может, наоборот, спасать праведника. В данном случае вот эта массовая гибель египтян, которая сегодня рассматривается нами как бы, как проблема сама по себе, да, вот есть дети или там первенцы в любом возрасте они гибнут, но Библия никогда не рассматривает никаких происшествий, никаких ситуаций сами по себе, но в контексте происходящего. Египтяне язычники, египтяне враждуют против народа Божьего, египтяне фактически через это враждуют против Бога, и понятно, что и детей они воспитывают точно так же. И забирая этих детей, а понятно, что Бог хозяин жизни и смерти, Он не просто аннигилирует, уничтожает этих детей, Он прерывает их жизнь, Он как бы спасает их из этого греховного общества, Он забирает их тем самым и приводя родителей к покаянию, к осмыслению через эти ужасы того, что происходит, и в то же время не давая возможности этим детям вырасти вот в этой самой такой страшной языческой традиции, которая предполагает рабское использование или даже уничтожение части народа Божьего, потому что те, в свою очередь, тоже были уничтожаемы, но уже самими египтянами вполне сознательно младенцы мужского пола уничтожались. поэтому думаю, что вот эти описания событий происходящих должны рассматриваться именно так, они должны рассматриваться как действие Божие, которое достигает сразу двух целей, с одной стороны, такого страшного вразумления родителей и спасения детей из этого страшного египетского рабства духовного, греховного. Конечно же, когда мы сегодня говорим о трагедиях, хоть древних, хоть современных, надо отдавать себе отчет, что в полноте мы за Бога не можем сказать, почему Он поступил тем или иным образом, почему Он позволил одним умереть, а другим позволил жить, кого-то поддержал, а кого-то не поддержал. Бог сердцеведец и промысел Божий есть некоторая тайна для нас, поэтому, хотя я и попробовал некоторое объяснение дать тому, что происходит, до конца мы не можем судить, нам остается только доверять Богу, и если мы знаем, что Он есть любовь, значит, и в этом действии мы тоже должны увидеть действие любви. Просто, как вы понимаете, любящий действует по-разному в зависимости от состояния того, кого он любит. И иногда, хотя, конечно, не принято, чтобы, скажем, хирург оперировал собственного ребенка или оперировал родственника, потому что он очень переживает за это, но так или иначе, иногда приходится делать операции тем, кого ты очень любишь и кого ты совсем не хотел бы резать, например, но тебе приходится для достижения лучшей цели. Когда мы говорим о том, что Бог является источником страданий в мире, мы можем понимать это только одним образом, что Бог, как терапевт, как врач, действует в этом мире, позволяя нам проходить через некоторые испытания для того, чтобы мы вразумились, для того, чтобы изменили путь собственной жизнью. От этого истребления одинаково погибают и дети господ, и дети простых людей, и все вообще имели бесчисленных мертвецов, умевших одинаковой смертью. Далее мы видим, как Слово Божие сходит и поражает вот этих самых первенцев, и далее Соломон вспоминает, что подобная же ситуация происходит с самими евреями, когда они путешествуют по пустыне, это 16 глава книги чисел, когда они, возмущаясь Аароном, начинают погибать, и вот автор здесь пишет, хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в пустыне, но недолго продолжался этот гнев, ибо непорочный муж, как раз речь идет про Аарона, который по указанию Моисея вступился за народ перед Богом, принеся оружие своего служения, молитву и умилостивление кодильное, противостал гневу и положил конец бедствию, показав тем, что он слуга твой. То есть вот такие образы, в которых Бог выступает, и даже здесь говорится Слово Божие, которое наполнило все смертью, оно касалось неба и ходило по земле, то есть образ вот такого уничтожающего грех и даже грешника присутствия Божьего, хотя понятно, что оно было очень локально, не так, как потоп, да, но вот в этом конкретном месте тоже действовало практически как потоп, потому что в одном поколении и в одном месте умирали все первенцы. Конечно, подобные образы наводят ужас на читающих, но здесь одну вещь надо помнить, что Бог творец жизни и смерти, и Бог в итоге этих людей останавливает в том, что они делают, с учетом, зная, что они потом воскреснут, и что перед их воскресением, может быть, даже задолго до их воскресения, но через какое-то время уже после самих этих событий, он придет к ним с проповедью. Речь идет, конечно, о сошествии в ад. Как мы помним, в одном из своих посланий апостол Петр описывает, как Христос ходит в ад для того, чтобы проповедовать тем, кто в одниное проявил непокорство. И нам ничто не мешает сказать, что эти люди, которые также погибли в младенчестве, в юности, в разном возрасте, погибли буквально от действия Слова Божьего, погибли внешним образом, но это самое Слово, если мы верим, что Бог есть любовь и понимаем, что оно действует с любовью, оно останавливало их жизнь здесь, как останавливало жизнь людей, которые погибали в потопе, для того, чтобы проповедовать им там. И поэтому ничто не мешает нам сказать, что и люди, которые погибали при Моисее в этой самой страшной казни египетской, что они также слышали эту проповедь Христа, который сошел за ними в Шиол. Потому что, как мы помним из службы Страстной Пятницы и Страстной Субботы, Христос вычищал закоулки ада тщательно, вот буквально там есть такие слова, да, освобождая всех пленников. Да, и здесь же автор вспоминает, что и вот у народа Божьего тоже было подобное испытание, но оно в итоге было остановлено молитвой праведного Аарона. И, конечно же, в данном случае какой вывод для себя мы можем сделать? Мир бывает наполнен разными событиями. эти события могут быть нам понятны, могут быть непонятны. Они могут совершаться людьми, а могут даже не иметь некоторой такой видимой человеческой, могут не иметь какого-то видимого человеческого вмешательства, или, по крайней мере, не только человеческое вмешательство. В любом случае мы должны с одной стороны доверять Богу и понимать, что Он действует сообразно с нашим состоянием, сообразно с нашим духовным уровнем, сообразно с нашими внутренними намерениями, действует максимально так, чтобы нам, чтобы это шло нам на пользу и духовную пользу в первую очередь. И кроме того, что праведный человек своей жизнью, своей молитвой, своим обращением к Богу, он может устраивать жизнь остальных людей, которые живут вокруг него. Как мы вспомним, например, Авраам, который молился о том, чтобы Содом и Гоморра не погибли, если там найдутся праведники в нужном количестве. Так вот здесь мы видим, что праведный Аарон, который был непричастен к грехам людей, которые вокруг погибали, вступился за них, и они были помилованы. И это было данного свидетельства того, что праведник может преображать жизнь вокруг себя. Конечно, мы стремимся к праведности, конечно, мы праведны и грешны каждый в свою меру, и дай Бог, чтобы наша жизнь не усугубляла проблемы людей вокруг нас, но наоборот вела их к духовному здоровью, к духовному благополучию. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok